Видео сегодня будет коротенькое. Привет, привет, здравствуй, мой друг! Речь пойдет вот об этой прекрасной достижении китайской инженерной мысли, а именно экструдеревол зум. Вы же давно просили меня его раскидать. Чего я только не экструдировал на этом китайском малыше. Измельченные CD-DVD диски, переработанный пенопласт, одноразовую пластиковую посуду. И даже из медицинских масочек у меня получилось получить филамент. Все эти видосы есть у меня на канале. В предыдущем эксперименте, когда я упражнался вот с этим высокомолекулярным поликарбонатом, у меня сгорел мотор. Но есть же не безразличные ребята. И вот этот парнишка, по-моему, Тим Хук читается. Просто купил мне новый движок. Давайте поменяю, заодно и посмотрим что внутри. Вскрытие аппарата было вообще болезненным. Я просто не понимаю, как же китайские ребятки его собирали. Еще до того как снять мотор, я провозился минут 40 при разборе. И уже на второй стадии, когда снял мотор, еще минут 10. Пришлось некоторые провода просто откусить. До сих пор не понимаю, как же можно запаять внутри корпуса. Вентиляция прибора питается отдельным блоком питания. Представляете? Термоконтроль осуществлен на пит регуляторе REC100, который я применял в прошлом видео. Сам шнек сцепляется с мотором через какую-то вообще дешманскую муфту. А вот так очень простенько выглядит сам прибор изнутри. Я понимаю, что очень круто. Чем проще, тем лучше и к этому стремятся все инженерные работники. Но не за такую же цену ребята. Можно купить три 3d принтера. Давайте померяю размеры. Вдруг кому будет интересно и сам захочется брать. В таком исполнении сделано сопло из металла. Длина самого ствола с буфером 27 сантиметров, диаметр 14 миллиметров. Нагревательная область 18 сантиметров. Вот эта байда стоит столько денег. Представляете? Ну да, шнековая пара может и дорогая, но все остальное это хлам. Шнек я не буду вытаскивать. Оставлю на него ссылку под видео. Я видел уже его в продаже на Али. А сейчас займусь ремонтом, потому что не только движок сгорел. Не знаю был ли это производственный брак или все-таки я в каком-то из случаев сломал. Но на самом буфере при вскрытии я заметил огромную трещину. Да, я замечал что пластик от куда-то сыпется при моих прошлых экспериментах. Попробовал использоваться холодной высокотемпературной сваркой, не знаю ни разу не пользовался такими клеями. Это не пластик, ну пластик не понятно какой, то есть паяльником он не плавится, так что попробую применить. Придется изучать инструкцию, а мы же так не любим этого делать. Пора наверное заводить очки, потому что нифига не вижу, что же там написано. Первое правило я думаю всех склеиваемых поверхностей конечно же обезжирить. На всякий случай я одену перчатки, чтобы пальцы не склеить. Ух и запах противны у этой смеси, что-то похожее на сероводород. В инструкции было написано, что все это надо смешать в однородную массу, что я и сделал. И вот такая она масса-то получилась, ничем не отличается от того, чем ходит мой кот в туалет. Надо было у кота позаимствовать. Пришло время ставить двигатель, ну купленный, немного больше в ширину. Надо думать, как это все крепить. Хотел все по фэншую сделать, через металлические пластины например, но подумал, что надо придерживаться дизайна китайских братьев. Я решил изменить конструкцию корпуса двигателя и не переделать пластмассы скелет экструдера. Засворили всю эту красоту прямо на месте. Естественно крепежные атрибуты я буду использовать времен Советского Союза. А давайте-ка отойдем немножко от темы и вернемся к столу протяжки из прошлого видео. У этого экструдера нет регулировки скорости. Из десяток комментариев под прошлым видео, когда я собирал вот этот станок протяжки, посоветовали мне поставить диммер. Нет ребята, это не работает, сейчас покажу почему. Вот он трехфазный синхронный мотор, такой у меня стоит и на столе протяжки, ну и конечно же здесь в экструдере только чуть помощнее. Давайте покажу на осциллографе как это выглядит, вот скажем так частота переменного тока 50 Гц. Вы же предлагаете не меняя частоту, просто уменьшить напряжение и это будет выглядеть вот так. Поверьте, тем самым вы добьетесь только остановку двигателя, нам нужно уменьшать не напряжение, а частоту переменного электрического тока. Например, вот так двигатель будет крутиться, намного тише, а вот в таком случае намного быстрее. Эх, к сожалению не учитель, я объяснять не умею. Давайте покажу как это работает на практике, чтобы вы сами увидели своими глазами, что диммер здесь не работает. Ну а сейчас подцеплю электропитание к двигателю, чтобы посмотреть работает ли он вообще, это же китайская штука, правильную ли он сторону крутит, соответствует ли количеству оборотов, то что я заказал. Как здорово, что в наше время можно купить практически все. Помню как занимаясь в радиокружке, я пытался собрать 8-разрядную электронно-вычислительную машину на базе процессора Z80. Если кто помнит название такого аппарата, было Z-Spectrum, целый год я собирал, выменивал, выписывал радиодетали. Хладимилоза конечно накопилось в стволе, не с одного испытания. Есть идеи, как можно грамотно прочистить? Может быть при нагрее попробовать впихнуть что-то вроде ветоша? Пиши букву под видео. Да, неплохо там все скопилось, надо вентиляцию на полную разключить и засыпать гранулу из полипропилена, чтобы прочистило немножко. Извиняюсь, немножко не так назвал. Этот измельченный материал сделан из крышек от PET-бутылок. Сами крышки изготовлены из полиэтилена. Думаю, что 100 грамм данного материала отлично соберет все остатки предыдущих пластиков. Пока чистится на венчу сопло, вдруг получу интересного полимера. Печатать уже данным типом полимера я конечно же пробовал. Пару слоев еще можно напечатать и после чего все оканчивается сильнейшей усадкой. Вроде аппарат стал рабочим, теперь надо собрать его. А это намного сложнее чем разобрать. Думаю сборку не стоит комментировать. Так что оставлю вас вот с этим прекрасным треком. Дав возможность пока подписаться и нажать колокольчик, чтобы оповещения приходили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну в общем аппарат как новенький. Ух и боюсь включать после ремонта. Я такие штуки всегда жду какой-нибудь бабах. Напиши свое мнение буквами под видео об этом китайском станке по производству филамента. Что ты о нем вообще думаешь? Хрень или все-таки полезная вещь? Аппарат рабочий и ждет, когда же я в нем напихаю всякие испытуемые чепухи. Он же привык к таким материалам. Ссылку на электронику шнековую пару, которая более-менее похожа в то что стоит здесь. Я оставлю под видео. Посмотри, приценись. Если хочешь собери сам такой аппарат. Хотя стоит ли тебе заморачиваться? В каком-нибудь из будущих видео я покажу самодельный ионистор. Вот я уже положил слой графита на алюминий. Вышло неплохо, но конечно нужен наверное графен. Как ты думаешь? Станок из прошлого видео показался вполне отлично. Вон сколько я уже пэт ленты натянул для печати своих будущих самоделок. Единственный косяк, надо менять двигатель на 5 оборотов в минуту. Но я уже заказал такой, благодаря вам ребята. Потому что вы мне перечисляете донат. Спасибо большое! Главное не болей и храните Господь! До встречи дружище! Субтитры сделал DimaTorzok